Это вам не ключик повернуть. ДТ-74 заводился именно так, с помощью отдельного моторчика. В этой машине не только система пуска, абсолютно все запчасти оригинальные. Даже двигатель родной, тот что поставили на заводе. Трактор пару лет назад выкупили у частного лица и по сути собрали заново. Все, короче, разобрали дарамы, очистили, реставрировали, шестерни там, все сделали новое. Ну, все оригинально стоит. Хотели его поставить на постамент, как памятник был, чтобы наши деды, отцы работали на таких. Но пришлось потом по назначению, на чемпионат забирали, на выставки берут. Так вот и идет. Этому трактору на постамент, похоже, рановато. Именно за его рычагами Александр Потапов выиграл чемпионат России по пахоте в категории ретро-техники. Там же, на чемпионате, можно было увидеть еще одну машину из прошлого. Снятый с производства еще при Союзе ГАЗ-52, сейчас прописан в Малых Березниках. Работает памятником, но время от времени сходит с пьедестала. Приглашаем кран, снимаем кран с пьедестала, ставим аккумулятор, проверяем, естественно, масло, охлаждающую жидкость, заводим, едем сами на своем ходу, пригоняем и туда, и обратно. У посетителей выставок, особенно тех, что помладше, машина очень популярна. Работает контраст с лощенными современными хозяевами полей и дорог. Хотя многим из них она и сейчас даст фору. Особенно по тем временам это хорошая машина. Я когда-то сам на такой машине ездил, именно по грязи, она маловоротистая, идет лучше даже, чем ГАЗ-53, вот сейчас современный газон лучше идет. В больших ремезенках надежно укрытой от непогоды стоит синий трактор с добрым лицом. Его судьба похожа на судьбу гусеничного собрата из Пекины. Машину выкупили участника, отреставрировали, теперь используют в воспитательных целях. Да, конечно, с джандирами или с кировцами уже эту технику в настоящий момент не сравнить. Ну вот, люди раньше работали и получали также неплохие результаты. Мы хотим его поставить на территории машины трактового парка на постамент, чтобы люди здесь, проезжая часть, едут и в Атяжский район, Чаминский район, ну, видели, какими тракторами работали люди раньше. Эти машины, может, и выработали свой ресурс, но еще многое могут. В конце концов, именно на их железных плечах поднималось сельское хозяйство Мордовии и всей большой страны. А это достойно памяти. Надо маленько, чтобы память была о чем-то. А то все, раз и ушло, и пошли уже все иномарки, а это не осталось. Ничего такого. Ну, это еще будет, еще поживет. Ну да, это куда, от нас никуда не денется с перчей. Павел Степаненко, Игорь Гангаев. Наши новости из Ромодановского и Чамзинского районов Мордовии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова